АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГОРОД Первой громкой премьерой выстрелил Форд, который привез в город моторов новое поколение пикапа F-150. К этому исполину у американцев отношение особое. Можно сказать, это всенародная любовь. Со временем фордовский пикап перестал быть простой рабочей лошадкой для фермеров. Теперь оснащению нового F-150 позавидуют иные владельцы седанов бизнес-класса. Совсем другого поля ягода — новое поколение хэтчбека Mazda 2. С его помощью японские стилисты постарались передать образ компактного, но энергичного автомобиля, полного жизненной силы. Новые дизайнерские каноны Mazda получили обозначение кода. В соответствии с этой философией создаются все новинки японского конструктора. Главным новшеством в салоне двойки стал совместимый со смартфонами новый мультимедийный комплекс MZD Connect с сенсорным дисплеем. Еще одна громкая премьера в сегменте городских автомобилей — новая Skoda Fabia, которая также страсть как хороша. И не важно, хэтчбек перед нами или универсал. Внешность новой Fabia с четкими линиями и рельефными поверхностями сработана в соответствии с новым дизайнерским почерком чешского конструктора, авторства главного дизайнера и давнего друга автопанорамы Йозефа Каббана. Ему и предоставляется слово. Мы постарались создать одновременно динамичный и эмоциональный внешний автомобиль. В новой Fabia отражается эволюция дизайнерского стиля Skoda с острыми линиями и тщательной проработкой деталей. Без громких премьер не обошлось и в динамично развивающемся сегменте SUV. Так легендарный и американский Jeep весной представил своего игрока в классе субкомпактных городских паркетников. Имя ему Renegade. Среди себе подобных это автомобиль с лучшими внедорожными качествами, гордо отмечают создатели. Даже в салоне Renegade не обошлось без намеков на знаменитые внедорожники Jeep. Например, со стороны пассажира имеется поручень, позаимствованный у большого брата Wrangler. Шведская Volvo минувшей осенью представила на суд общественности новый XC90. К слову, смена поколений флагманского SUV из Гетеборга назревала уже давно. Первый XC90 появился на дорогах еще в 2002 году. Новый XC90 является частью глобальной перезагрузки имиджа Volvo. Шведские дизайнеры и разработчики переосмысливают не только стиль, но и кардинально меняют технику, ведь новый XC90 стал первым автомобилем, созданным на новой масштабируемой архитектуре шведского конструктора. Как видим, в 2014 году дефицита ярких премьер не наблюдалось. И наступающий год «Зеленой козы» также сулит нам множество оригинальных серийных новинок. Вам лишь остается внимательно следить за выпусками Автопанорамы. 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 Автопанорамы.